Здравствуйте, это Укрлайся в Белой Немире, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка «Етьман». Мы очень рады, что с нами сегодня на связи доктор исторических наук, заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мирошевского, Лукаш Адамский. Лукаш, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время поговорить сегодня с нами. Здравствуйте, всегда с удовольствием. Спасибо. Лукаш, вы знаете, сегодня, как ни странно, я хотела бы поговорить не о Польше. Сегодня, если позволите, я хотела бы поговорить об Украине и о ситуации в мире и о каких-то ожиданиях в Европе, потому что за последнее время прошло много разных событий, и саммит НАТО, включая, и началась по-настоящему президентская гонка в Америке со всеми ее сюрпризами, и, конечно, заговорили о возможном перемирии или о возможных переговорах между Россией и Украиной. И в этом смысле, если позволите, зная ваши связи, которые у вас есть среди исследователей разных стран, я знаю, что вы общаетесь на конференциях, на разных встречах, очень хотелось бы понять, как в Польше и в Европе смотрят на то, что будет дальше с Российско-Украинской войной. Ну, может быть, я начну с того, что тут прежде всего нужно связи не среди академических исследователей, но среди так называемых политических экспертов, либо прямо политиков и дипломатов. Ну, они у меня тоже есть. Я с ними тоже общаюсь, не только с полскими и с европейскими, даже со стран так называемого, глобального Юга. И могу сказать, что конечно никто не хочет давать однозначных прогноз, потому что тогда конечно вероятность ошибиться на то, что есть довольно большая. Плюс с методовой чешской точки зрения то, что не очень хорошо делать однозначные прогнозы, что будет. А если говорить о неких сценариях, что будет дальше, да, на основе этих данных, которые у нас сейчас в данный момент в расположении. И если уже исходить из этих сценариев, то можно сказать, что есть четыре сценария. Самое вероятное, и наиболее вероятное, есть то, что эта война, которая причиняет столько вреда, горья и потери в Украине, она тоже является не только большим преступлением и большей политической ошибкой, но она тоже является вредом для самого росыского режима. Он конечно, скорее всего это осознает в силу просто санкций, в силу падения уровня жизни России и так далее, и так далее. То есть, что исходя из этого, через несколько месяцев дойдет до переговоров. До переговоров между Россией и Украиной. Скорее всего, не прямо, а посредством, скажем, Турции, Катара, Индонеции, возможно, Бразилии. То есть страны, которые не ассоциируются сильно с одной из сторон конфликта. В любом случае, таким помощником в переговорах, медиатурам не могут быть страны ЕС, не могут быть США или Канады. Ну и эти переговоры, конечно, не будут о, не закончится миром, потому что, чтобы переговоры закончились миром, то тут нужно скорее всего, какой-то патрицынья внутри самой России, ну, временным перемирием. И для Украины относительно, может быть полезным, был бы сценарий, чтобы она не отказывалась ни от пиадзи захваченной Россиянами земли, чтобы она, однако, фактически как-то смирилась с временным контролем России над Донбасом, над Крымом. И, конечно, в замен за то получила гарантии, получила место в НАТО, гарантии безопасности, возможности возобновления экономики страны и так далее, и так далее. Ну, это не оптимальный вариант для Украины, но это, скорее всего, тот, который наиболее вероятный. И я могу сказать, что так называемый план Трампа, который недавно озвучил бывший премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон, он, по сути, идет в этом направлении, чтобы каким-то путем усилить украинскую армию и принудить Путина выйти на фактические переговоры, а не на то, что сейчас хочет, то есть, по сути, безоговорочной капитулации Украины. Другой вариант, который был бы оптимальным для Украины, для мира, для всех цивилизованных стран и людей, то было бы, чтобы украинская армия откинула росыськие войска вне государственных границ Украины, то есть, чтобы украинская храбрая армия победила росыськую армию и освободила Крым, Донбасс, Приазовы, конечно, и это не дает еще гарантии, что война прекратится, потому что можно себе представить абстрелы для продолжения этой войны. Но это такой сценарий может означать и довольно большую вероятность потрястий среди кремлевской элиты, то есть какого-то потрястия перемен в самой России, и тут вспомним 17-летний год, и если бы досшло до власти какое-то новое правительство в России, даже если оно бы состояло из разных маленьких путиньев, путиньев и так далее, то они не имели бы ни той харызмы, ни той, может быть, не харызмы, но ни той политической позиции, которую имели сейчас Путин, ни того опыта, они были бы зainтересованы прежде всего укрыпением власти и может быть, они могли бы сказать, что эти авантюры это путинское дело, а Россия хочет просто их очеркнуть, перечеркнуть и смирить нас с тем, что путинские завоевания оккупать прикрашаются, Крым возвращается в Украину. Ну, такой вариант, он не является фантастикой, но судя по современных реалиях, он скорее всего менее вероятный, к сожалению, чем этот первый вариант. Ну, третий вариант, это можно себе представить, что война еще долго длится, пять, десять лет, а Запад продолжает нынешнюю политику, которая сводится к тому, я не говорю о опызции, всех стран Запада, но я говорю о том, что по сути сейчас делает за администрацией Джозефа Байдена и самыми влиятельными странами НАТО и ЕС, то есть, чтобы помагать Украине, так, чтобы она не потеряла этой войны, но опасаться полностью разгрома России, потому что тогда есть, некоторые опасаются, так называемые, риска ядерной эскалации, и так далее, и так далее, или возможности того, что росйская ядерная, росйская ядерная оружия попадает в руки каких-то террористов, или мелких группировок, то есть, в силу разных причин, влиятельные круги на Западе, бояться такого разгрома и деколонизации Росейской Федерации и ее разъезжала на несколько чаще, и продолжает эту нынешнюю политику, Путин продолжает свою войну, ну и имеем такой конфликт, и еще долгие годы. Ну, мне кажется, это сценарий еще менее вероятный, чем в старой сценарии, потому что и у Украины, и у Росии не будет сил, если, скажем, 5-10 лет войнать. Ну, четвертый вариант, который судя по всему, что я знаю, и судя по всему, что я могу сказать, что о чем знаю, то, что западные политики, он является наименее вероятным, но ради самой Украины и благо Украины не стоит его откликать полностью. Он тоже, что просто совершается какой-то прорыв на фронте и Путин захватывает все больше и больше новых украинских территорий и по сути реализует это фактически разъем Украины. И тогда это будет только вопрос того, по какой стороне окажется Киев? По украинской стороне или по российской оккупации? Ну, я говорю, он мне кажется сейчас очень мало вероятным. Это не феврал, март 1924 года, когда многие это опасались, это уже два с половиной года войны, когда уже видно все все проблемы и росыйской армии и росыйского руководства. И конечно есть то, что осознание того, что если бы не дай Боже Путину удалось реализовать этот свой цель и этот сценарий, это бы означало очень уже большую вероятность войны в Европе. Войны, которая была бы уже между НАТО и Россией. То есть в по сути третья мировая война. Почему? Потому что потому что Путин обязательно тогда захочаłby протестировать статью пятую васинскоинского договора, то есть реализовать свою старую мечту о разгроме НАТО. Например, путем какой-то гибридной агрессии, скажем, зеленые человечки заняли бы нарву или какой-то городок в Латгалии, в Латвии, да, или может быть, не знаю, какая-то морская блокада. Можно себе представить разные сценарии. то, что важное, что это бы спровоцировало ответ НАТО и мы бы были на так называемой леснице эскалации, то есть в силу Шагов и Атветов, НАТО и России, могло бы доисти до начала полномасштабной войны. Я об этом говорил, потому что стоит надзия на уши, а готовится к худшему сценарию. В таком сценарии конечно и моя страна, Полша, была бы в очень неудобной ситуации. Для военных экспертов не секрет, что нет особого смысла воевать за балтийские страны, потому что если бы, скажем, полская территория была занята, то они так бы были обречены, да, они могли бы быть очень легким путиом заняты после разгрома Полши, так как это в принципе произошло в 39-м и 40-м году. Потому что и в таком сценарии будущем полем боя была бы либо восточной Полши, между Warszавой и Брестом, либо Брестом и Смоленском. Ну, это ужаснейший сценарий и поэтому хотя рационально думаю мне кажется он очень мало вероятным, то ответственность в принципе должна склонять и экспертов и политиков, чтобы этому и такому сценарию серьезно готовиться. Лукаш, учитывая все, что вы сейчас сказали, а сценариев получается очень много, то интересно, как оценивают в Польше и как вы лично оцениваете ситуацию, которая происходит сейчас вокруг американских выборов и одно дело, если остается демократ и остается у власти, это какая-то одна политика, хотя непонятно, будет ли это продолжением политики президента Байдена, пока неясно, и если приходит Трамп, это будет другая политика. Вы уже вспоминали пандирный план Джонсона, возможно, он каким-то образом тоже дал намек на то, какой может быть политика Трампа. Не знаю, как в Польше оценивают вообще все это, и как вероятность сценария, о которых вы сейчас говорили, зависит от того, кто будет в Белом Доме. Я вижу, что вы улыбаетесь. Потому что вы очень интересный в мире, а в особенных в liberalных СМИ есть такое убеждение, что лицьбе не повида Трампа, тогда все будет плохо. Если бы парафразировать древних Римлян, которые говорили Hannibal антепортас, Ганнибал перед воротами, то тут можно сказать, есть такое доминирует убеждение Trumpус антепортас, Trump перед воротами. И конечно фактор Трампа, а все таки Трамп имел бы гораздо большие шансы победить в этих выборах чем Байден. С Камалой Харрис посмотрим, пока многие были скептически относительно ее возможной кандидатуры. Но с другой стороны она все таки гораздо энергичнее Малорида Трампа и возможно просто под руководством Байдена не имела возможности еще как-то проявиться как политика набрать опыта. То есть я просто слишком мало о ней знаю, как о человеке, который может в будущем руководить внешней политикой США, чтобы тут давать какие-то достаточные прогнозы. Конечно можно сказать о Байдене и о Трампе. Biden конечно положил очень большие заслужи для Украины тем, что он поддерживал Украину, что он сгрупировал большую антипутинскую коалицию. Но с другой стороны это было в принципе это был или есть хороший президент также с точки зрения влияния на внешнюю политику и интересов союзников США. Но с другой стороны я говорю, что это в принципе хороший президент, я отнюдь не хочу сказать, что это оптимальный президент и его политика была оптимальной. Если бы Байден два года тому назад, как многие уже тогда советовали, просили, внедрял те шаги, которые США сейчас делали, то есть не только интенсивная помощь в оружии в Украину, но еще разрешение пока ограниченное быть по целам самой России. Но если бы, понимаете, если бы такие решения были приняты, скажем, где-то в марте 2024 года, то война была бы абсолютно в другом месте, или может быть она уже бы окончилась. Но Байден не знаю, в силу характера, в силу возраста, в силу того, что он возможно думает, что он лучше всех знаний, как общаться с Путином. Байден вял себя осторожным, просипывал, где есть возможности, где красные черты России пробегают, боятся эти язерные эскалации. И в результате конечно поддержал Украину, так чтобы Украина этой войны не проиграла. Пока мы не видим такой падежки США, чтобы Украина эту войну выиграла. Хотя это вполне возможно. И хотя были политики в том, что если в кореевстве воли сам Джонсон, которые именно такой стратегии наклоняли. То есть говоря о заслугах Байдена. Нельзя тоже промолчать, что все такие учитывая масштаб угроз, которые несет Путин миром в часности в Украине. И масштаб того, что может случиться, если бы Путин победил Украину, то политика США была довольно, так я бы сказал, осторожна и слишком мало в ней было такой энергии, такого вызова. И если учесть, участник, который так сказать особенности на какой-то мере, своей осторожностью, он высылал сыгналы противоположные тому, что на самом деле хотел высылать Путину. И эта осторожность только поошлила, да, больше импульсов Путину на пасть на Украину, то есть критики скорее всего правы. Что касается Трампа. Он несет, значит, если победа Байдена, сейчас победа Камали Харрис, или, что мало вероятно, какого-то другого кандидата демократов, ну то пока, мне кажется, это будет продолжение этого курса, который США заняли приняли еще два сповинного года назад. То есть дальше поддержка Украины, то есть снова просчитывание, что можно, чего нельзя, то есть возможно будут изменены эти ограничения и Хаймарсами можно будет бить не только прифронтовую зону Российской Федерации, но может быть мы дошли того, чтобы ukраинские дроны или какие-то спецодзделы могли работать в самой Москве, потому что это был бы очень мощный сигнал для Путина, что надо серьезно задуматься над ценой, которую Россия и он лично платит за продолжение этой войны. Ну, а победа трампа это тут некий риск, шанс и риск, потому что трамп не так предсказуемый как демократы. Да, многие обвиняют трампа в том, что он имеет какую-то любовь. Может быть не любовь, но слишком сильное слово, но влечения, сильнейшого влечения в обеспечении мира в других часах мира. Ну, трамп конечно очень смотрит всегда за деньгами и говори о критике он просто мало и мало не мало эрудиции. Он очень ограничен в своих интеллектуальных горизонтах. Но с другой стороны мы видели в трампе политика, который имеет очень большого харизма, который полон полон такой воли, решимости и ситуация, в которой человек почти погиб и в этом моменте, когда слышали покушение на него, он уже думает, какую пользу может из этого извлечь как 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 политик и показывает этот кулак. Это показывает, что он действительно полный энергии. И он может, он конечно с его захочет начала договориться с Путином. Но вряд ли Путин пойдет на его предложения, который, как я уже сказал, де-факто озвучил Johnson. То есть, чтобы Украина была в НАТО, в ЕС, а чтобы Россия уходила на позиции до начала штабной войны и имела какие-то там символические может быть уступки русского языка со стороны Украины. То есть, мне кажется, Путин не пойдет на такое. И так Trump может посчитать, что это Парин, то есть Путин недоговороспособный, что он хочет его обмануть, а он, Trump, делает ему так щедрое предложение и решить на шаг, на который администрация демократов не была способна. То есть, увеличить поставки русского, отменить ограничения по использованию этого америка русского и в общем так сильно подзержать Украину, чтобы языком поговорить с Путином, который сам Путин понимает. Язык силы и язык уверен в себе лидера. И так я оценю, что не всегда политики, которые разумные, приличные, симпатичные, которые мудрые, имеют виду Байдена чем его оппоненты, реально такие политики побеждают. Иногда побеждают просто такие неинтересные типы, как Трамп, а их политика мотивирована разными представлениями может оказаться очень успешной. Лукаш, как в самой Польше готовятся к худшему сценарию. Или не готовятся к худшему сценарию. Интересно. Потому что я все время читаю, что ведется перевооружение, усиливается контингент и многое-многое другое. Но это же только то, что мы читаем. Очень интересно из первых рук как. С первых рук это было бы, если я был бы министром обороны Польши, его сам действителем. Почти из первых рук. Ну, хорошо. Польша действительно готовится. И показателем того, что в следующем году, как недавно заявил министр инстриальных дел Радослав Сикорский, Польша будет издавать 5% своего WВП на нужды связанные с национальной обороной. 5%. Сейчас в этом году это 4%. НАТО требует 2%. Трамп говорит о том, что союзники, которые не исполняют этого обязательства, и тут он имеет виду прежде всего Германии, они не могут рассчитывать на поддержку США в случае конфликта. На военную поддержку. Помните, он там говорил, на военную поддержку. На военную поддержку, да, но это, понимаете, то есть, я об этом сейчас говорю не потому, что хочу опять возвращаться к теме Трампа, но потому, чтобы показать, что есть страны, которые в Европе, которые не так много дают на национальную оборону, или которые либо не осознают, либо не в состоянии столько дать, либо хотят просто жить как амюла, на дереве, за счет того, что их союзники, страны, которые прямо ограничат с Российской Федерацией, как Польша, и с Беларуси, как Польша. Ну, Польша еще ограничивает с Украиной, потому что вообще имеет исключительное положение страны, которая ограничивает с другими странами, которые в военном конфликте. И это единственная такая страна НАТО. Ну, в любом случае, то, что, если страна хочет, как Польша, дать 5% на оборону, если систематически делается первое вооружение, если увеличить состав сухопутных воиск, и уже не так давно читал, что либо в этом, либо в следующем году, Польша может выйти на третий показатель в НАТО по количеству воиск, после США и Турции. Ну, конечно, эти 200, там, 20 тысяч полских солдат, это, то, мало по сравнению с мобучейшей украинской армии, но, в любом случае, на фоне многих других стран, которые имеют иногда армию такую призначенную не столько для национальной обороны, только для каких-то, скажем, интервенций, да, в других странах мира или вообще для ради символики, это очень много, этих 215-220 тысяч. Ну, это, конечно, фактор, который должен показать росыщцу, не стоит ей начинать войну с баутыскими странами либо с Польшей. Тут еще надо может быть добавить одно, что независимо от того, какой будет результат войны росысько-украинской, если у вас у вас остается путин это клика, ну, прежде всего лично путин, то они прекрасно будут помнить роль, которую Польша сыграла в этой войне. Вчасно, в первых неделах и месяцах, когда убеждают союзников, что Украина не только обороняется, но сможет защитить себя, если она отнюдь не обречена на захват российской армии. И когда просто величайшее количество полских самолетов, танков и другой техники было передано Украине. Или, как я уже говорил в одном интервью, когда союзники даже не разрешали передавать, например, самолетов в Украине, потому что это могло бы спровоцировать Россию, то тогда это уже не секрет, после выхода в Польшу одной книги, Польша сказала украинским летчикам, где могут эти полиции расположены где-то близ украинской границы себе украсть. Так что были тогда такие нестандартные решения. И Кремль это все знает. Он это понимает. Он осознает в Польшу как страну, которая уже несколько веков можно сказать являлась препятствем на пути осуществления древних мечт русских царей, то есть о собирании русских земель. Сейчас, о чем говорит прямо Сергею Лавров, она балтийские страны нескольких других являлся теми антиросейскими как представленными Лаврова силами, которые свои русофобии инфекцируют, заражают другие страны. И Кремль не просит в Польшу от так вовлечения в войну росйско-украинскую. И поэтому действительно надо полякам готовиться. Это не означает что в Польшу все хорошо. Гражданская засчита. Мне кажется очень мало развита. Население оно в большинстве все таки не представляет себе войны. Если бы война начала абсолютно неуверенно и Польша бы справилась лучше чем Украина. То есть я имею в виду и поведение населения и такой волевый дух и это воля к сопротивлению воля дальше борьбы плюс даже функционирование банковских систем и так далее и так далее. Так что над этим тоже политики работают в Польше и можно только надеяться что не придет время проверки как сильно Польша готова к войне с Россией. Ну и последний вопрос в качестве наверное такого прогноза если хотите Лукаш я правильно понимаю что в Европе ждут что война каким-то образом горячая фаза ее завершится к концу года или нет. Вот из тех публикаций которые мне приходилось слышать или необязательно. Не, не, не необязательно. Это конечно то, что есть вариант потому что в этом зainтересованы многие. Мне кажется это может быть для вас для журналистов экспертов очевидно может быть не для всех читателей или слушателей что в демократических странах политики обычно думают не в долго срокной перспективе но в перспективе скажем 4-5 лет то есть сроков на которые они были избраны и конечно если у них есть выбор чем заниматься скажем внутренней политикой или быть в облике в какие-то внешние дела еще давать многие деньги на национальную оборону то есть на то что обычно избиратели не видят чего они умеют доказать то конечно они были бы зainтересованы чтобы лишиться этого хлопота чтобы заморозить конфликт многие не все многие заморозить конфликты и пусть этим занимаются будущие поколения 시나러 будут чтобы принять условия какого-то перемирия с России которые те политики стараются как-то просшупать Скорее всего, до президентских выборов в США вообще не будет никакого шага, потому что заключение перемирия был бы очень сильным фактором влияющим и не знаю как на ход, ну был бы каким-то фактором влияющим на ход президентских выборов в США. И никто пока не знает еще как, то есть, скорее всего, политики захочут, если уже принимают попытки заключить перемирие, то есть принудить Россию к заключению перемирия, то они это сделают после президентских выборов в США. Ну а потом посмотрим, если это перемирие не будет означать ограничения суверенитета Украины, если не будет означать уступки России, Крыма, Донбасса и других захваченных территорий, то тогда уже украинские власти, украинский народ должен решить, что ему лучше, продолжать эту войну или пойти на такую перемирие. Бо мира не будет, как говорил, пока Путин жив. Ну если окажется, что такое перемирие, которое бы кто-то хотел навязать Украине, будет означать не только временный отказ, временный отказ от контроля над какой-то частью территории, ну он будет, например, означать какие-то серьезные ограничения самого суверенитета Украины, что абсолютно противоправное, потому что международное право предусматривает суверенное равенство в своих государствах и не ограничение суверенитета. То есть и вопрос русского языка, и вопрос так называемой идентификации, то есть в сути влияние на форму украинской идентичности и так далее, и так далее. Ну то, что я точно знаю и об этом хочу сказать, потому что это результат того, что многих разговоров с разными экспертами из разных стран мира, есть для Украины очень важен один фактор, что ни одна страна в мире, за исключением может быть Россия, не заинтересована в том, чтобы разрешить анексию, чтобы разрешить изменения, формальные изменения границ, не какой-то временный контроль над территорией, но формальные изменения границ путем воруженной агрессии. То есть, чтобы никто не заинтересован в том, чтобы мы вернулись до ситуации, которая доминировала, которая в принципе была в бирже зародном праве позволена, разрешена до 1929 года. В этом году нельзя совершать анексию. И на этом, мне кажется, тут все согласны. И это очень большой козер для украинской дипломации. Ну, с другой стороны, хочу еще тоже сказать, что мало кто понимает отказ от Украины от переговоров лично с Путином. Потому что без возможности повлияния на то, кто будет руководителем России, и без конечно привлечения России за стоу переговоров, но эту войну просто невозможно закончить другим путем, чем теоретически безаговорочной капитулации самой России. Как это случилось с нацистской Германией? Ну, тут мне кажется, что все согласны, что это такой сценарий, чтобы Россия капитулировала перед Украиной, а украинские войска провели парад победы на Красной площади очень далеко. И поэтому отказ от переговоров с Путином воспринимался, ну, по крайней мере, как политическая проблема. И поэтому довольно радует, что в последней неделе, ну, были тоже сигналы со стороны президента Зеленского, министра Кулебы и других украинских властей, что они рассматривают переговоры с Российской Федерацией, что представители Российской Федерации возможно смогут взять участь во второй конференции по миру. И это радует не потому, что сам факт того, что уголовник и преступник Путин может съесть за сто переговоров, но потому что это радует, потому что это поможет Украине мобилизировать вокруг себя и, по крайней мере, усилить для себя поддержку со стран, так называемого, globalного юга, которые бы хотели как можно быстрейшего закончения этой войны и которые могут не разбираться очень сильно в деталях. А для Украины очень важно, чтобы иметь поддержку не только Запада, Японии, там развитых стран, Запада и его союзников, но тоже, чтобы иметь поддержку так влиятельных и стран, как Индии, Бразилии, Республики Южной Африки, Индонезии и так далее, и так далее. И поэтому, в принципе, эволюция этой политической ситуации дает немного оптимизма. Лукаш, спасибо огромное, спасибо, что были сегодня с нами, очень вам за это благодарны, спасибо. Спасибо. Лукаш Атамский был сегодня нашим гостем, за что мы ему очень благодарны. И, конечно, признательный вам, нашей спонсорной платформе Патреона Ютуб, оставайтесь с нами.